Доброго времени суток! Добро пожаловать на канал Пермансер! И это новое видео по игре Хронокросс. Приятного просмотра! В предыдущей серии мы освободили Марбул. Да и по сути всё. Это всё, что мы сделали за прошлую серию. Сейчас освобождали Марбул. Жуть. Ладно, не об этом сейчас речь. Не обращайте внимания, опять сменилась локация с того места, где мы в последний раз были. Я перенёсся в термину. Ну как перенёсся? Перебрался в термину. Поменял немножко нашу компанию. Ну, группу людей. Вот. Сковал. Сковал каменную броню. Это, конечно, странно. Но, короче... Как там? Вот. Каменная кольчуга. И Серджу сделал... Ну, Линксу. Сделал каменную волну. Также у нас у Фарга... Как это я сделал? Вот. Каменную броню. Ну, тоже каменную кольчугу. И Риддл у нас тоже с каменной кольчугой. Плюс у Риддл на всякий случай стоит нитриловый шлем. Ну, он немножко защиту поднимает. Магическая печать, по-моему, усиливает заклинание. И лунные очки защищают её от практически любого урона. Ну, сбрасывает немножко любой урон. Плюс, что я ещё сделал? Элементы заполнил... Так, не использовать, а... Распределить. Заполнил красными элементами. Потому что сейчас у нас будет, ну... Довольно-таки неприятное сражение. Здесь я, правда, не стал заполнять. Хотя, почему бы и нет. Также, вон, магму-поток сюда всунем. Огненный столб. Ну, и ещё один огненный столб. Ну, и так же сделаем для товарища... Фарго. После того, как победили чёрного дракона и забрали у него чёрную плиту, что ли, или как-то так она называется. Которая защищает от всех чёрных заклинаний. Вроде как. И отхиливает от них. Вот. Но... Я хочу сейчас. Во-первых, я хочу. Во-вторых, мне сказали то, что сейчас будет лучше. В будущем с драконами будет проще из-за того, что мы выбьем из Дарио его оружие. Точнее, не его оружие, а вообще оружие, типа... Которое позволит нам больше атаки наносить. Так. Островок, если что, находится вот он. Это вот этот, с которого маленький дымок идёт. Названия у него сейчас в данный момент нет, но оно появится, как только мы туда первый раз заплывём. Такие дела. Ладненько. Давайте внутрь. Не знаю, за сегодня, наверное, успеем только победить Дарио. Может быть. Ну, а может быть, что-нибудь ещё сделаем. Ну, я надеюсь, не так уж и жёстко будет. Здесь вот какой-то покрытым хом домик. Очень сильно покрытым хом. Заходим внутрь. И здесь мы видим, кого именно Дарио. И всё, больше никого здесь нет. Давайте Риддл возьмём во главу компании нашей. Ну и начнём разговор. Да. Этого не может быть. Ты, Дарио? Конечно, это ты. Это другой мир. В этом мире ты жив и здоров. Вы говорите, что знаете, кто я? Что ты сказал? Нет, этого не может быть. Вы знаете этого человека? Прошло четыре года с тех пор, как этот человек спасал свою жизнь. А спасающего свою жизнь выбралось села на берег. Каждый день для него это был борьбой между жизнью и смертью. Он чудом выжил. Однако этот человек абсолютно позабыл своё прошлое. Да, Дарио, ты меня не помнишь? Может, я Риддл? Из другого мира, но каждый день я... А, ты совсем не помнишь, кто я такая. Риддл? Это имя знакомо моему сердцу. У меня такое ощущение, что я потерял близкого мне человека. Извините меня, я не могу вспомнить. Если бы можно было восстановить твою память. Да, я знаю. Взгляни-ка на это. Кулон. Это память о твоей матери. И подарок, который ты сделал мне при помолвке. Это... Попробуй вспомнить. Мы с детства были вместе. Зашли... Радиус и Карш. И дальше будем вместе. Я всегда буду рядом с тобой, Дарио. Риддл, беги. А-а-а. Риддл, Риддл, точно, Риддл. Это плохо. Что? Что случилось? Нет, не трогай его. А-а-а. Что за... Масамун. Дарио? Нет, Дарио, не трогай этот меч. А, уже поздно. Риддл, этот меч жаждет твоей крови. Я так и знал. Масамун на самом деле никогда не исчезал, не исчезал у ворот смерти. Он всего лишь вернулся к своему истинному владельцу. Подождите-ка. Это означает, что Дарио всё ещё... Что случилось на самом деле? Я думал, что Дарио умер, сражаясь с демонами на острове мёртвых. Вообще-то... Ну вот сейчас мы узнаем истинную историю, я так понимаю. Это и есть Масамун? Дарио, что ты делаешь? Умри! Смерть всем живым существам! Не говори мне, что этот меч... Дарио, отпусти! Хм. Ну я так и подумал, что на самом деле Дарио был сумасшедшим из-за меча. Стой, Дарио, это же я, Каш! Чёрт! Убей меня, Каш, скорее! Нет! Сделай это, Каш, иначе я... Нет, Дарио, я не могу! Очнись, Дарио! Хе-хе-хе, ты идиот! Я дал тебе шанс! Тебе меня не победить! Ты всего лишь обычный смертный! Что за... Сначала я избавлюсь от тебя, а затем... Риддл! Я позволю Масамуну власть... Всласть напиться кровью Риддл! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Будь ты проклят! А-ах! Дарио! Что я наделал? Жалкий придурок! Ты? Дарио был убит демонами, понял, Карш? Но! Ты кому-нибудь расскажешь о содеянном? Ты хочешь рассказать, Риддл, что именно ты убил Дарио? Потому что тот был одержан демонами! Не волнуйся, дело как я говорю, и все будет хорошо! Дарио! Самое интересное, почему на Линксе не работает этот меч? Хм... Ну да ладно! Теперь я понимаю! Дарио тоже был одержим враждебностью Масамуна! Готовьтесь! Мне кажется, отсюда нет выхода! Я не могу сражаться с Дарио! Чтобы разрушить муты, я должна победить Масамун! Это единственный способ спасти Дарио! Ух... Ощути на себе враждебность моего меча! Ну что ж, давайте попробуем! Так, короче, как мне сказали, есть тактика против него! Наносим пять ударов и атакуем огненной магией! Не знаю, сработает это или не сработает, но будем пробовать! Так, Риддл у нас первый атакует, да? Нет, Риддл не нужно атаковать пока что, давайте это начнет Линкс! Раз! Два! Короче, можно... Ох, ё-моё! А довольно-таки больно бьет, если быть честным! Можно и меньше, типа, ударов совершать, но, по сути, чтобы он не использовал талант! Я буду считать, пожалуй, чтобы не сбиваться! Так, третий удар! Четвертый! Так, пока я еще могу, я, пожалуй, лучше Лекарство Плюс использую на Риддл сразу! Я надеюсь, что это никак не будет влиять на движение Дарьева! Просто у него на каждый удар практически есть свой противовес, так скажем! Давай! Попадаем! Всего девять! Выпад и порез! Опоздал я! Надо было хотя бы сохраниться, квик-сейв сделать! Ой, так, ладно, оживление! Давайте поднимем Риддл, она нам еще пригодится! Ну и будем что-то думать! Так, Риддл, давай ты! Давай, огненный столб! Я, насколько понял, у него... Когда мы его атакуем огненной магией, он делает... Противовес синей магии! Но он использует анимилы, поэтому... Ну, типа, это небольшая проблема! Для нас, как минимум! Так, ну я немножко магии все-таки оставил, лечебной... На всякий случай! И я смотрю, что я не зря это сделал! Огненная магия ему практически урона не наносит, что, собственно, для нас же и плохо! В защиту... Фарго, давай тоже защищайся, у нас маны нет! Ой, маны действий нет! А бьет он довольно-таки больно! Так, Риддл, давай ты! Третий уровень! Еще раз третий! Ой, магма-поток, давай! Давай будем пробовать делать что-либо! Скажем так, система звучит просто, а вот... Блин, сколько она урона наносит, это очень мало! Урона эта система наносит совершенно не... Немного! Очень мало! Вот я не знаю, как мы его будем убивать на самом деле! Так, у меня есть действия, давайте их используем! Раз, два... Короче, буду использовать как можно чаще! О, седьмой уровень! Огненный стол плюс четыре! Давай его использовать! Посмотрим, сколько он урона нанесет! О-о-о-ох! Урона он наносит, конечно, вообще нисколько для него! У него три с половиной тысячи хп, образно говоря! Где-то три сто, а может чуть меньше, может чуть больше! Ну и у него очень сильные удары! Мы его еле пробиваем! Эта битва очень сильно затянется! Насколько я понимаю! Ну из него таким образом можно выбивать действия! Промазала! Попала! Элемент! Восстановить всех! Давай, восстанавливай всех! Ты белый маг все-таки, как-никак! Окей, стихия белая, основная! Поэтому будем как-нибудь вот так вот восстанавливаться! Линкс, давай! Третий! Еще раз не получится! Звуковой меч! Звуковой меч, насколько мне известно, наносит урона не больше, чем его обычные авто... Ну, автоатаки! Обычные атаки! Поэтому это мы можем спокойно использовать! Это для нас сильно не как... Короче, много урона нам не нанесет! Почему не стал брать, например, того же Красного Волка? Потому что он своими ответными заклинаниями не даст нам использовать вообще! Ну, точнее, полностью заполнить... Как это там? Полностью заполнить поле одного цвета сделать! Ну, то бишь, огненной магией, например, заполнить не даст! Поэтому Красного Волка я призвать не смогу! У него можно украсть, насколько я знаю, Пентрагон Сигил... А! И какой-то Нострам! Но, блин... Я на самом деле побаиваюсь у него что-либо воровать сейчас в данный момент! Я, наверное, как только увижу, что он посел на одно колено, образно говоря, ну... Начал погибать! Тогда, может быть, и использую его! Тогда я, может быть, найду в этом какой-то смысл! Но пока... Нет, пожалуй, не буду! Это опасненько, на самом деле! Потому что... Мало того, что мы его хрен пробиваем! Из-за его защиты! Которая, вроде как, где-то там 130 имеет! Циферку! Защита 130! То бишь, обычными атаками его, ну, пробить практически невозможно! Так вот, если использовать на него синий элемент, он в ответ использует красный, который понижает нам атаку! Мы его и так, говорю, не пробиваем, а это мы его вообще не пробьем! Ловкость пускай снижает, фиг с ней! Мы с ловкостью как-нибудь разберемся! Мы и так от его ударов повернуться не можем, так что какой смысл? Ладно, слишком много болтологии на данный счет! Давайте его как-нибудь забивать! Вроде пока система работает, у нас пролетело всего лишь навсего звуковой удар был! И был один вот этот выпад и удар, который нанес очень много хп урона по Риддл! А так, 2 атаки, и будем его глушить красной магией! Скажем так, его любовь к этому, к огненной, ну, точнее, к большому урону! Он у нас будет снижать ловкость до самого края, сколько может, а мы его будем бить пока в этот момент! Вроде пока получается! Вот, она опять использует анимелый! Мы с Алинксом будем ходить, 2 атаки 3 уровня нанесем и будем использовать магию! По 150 атак отнимаем у него, ну и плюс сверху отнимаем еще и где-то по сотню хотя бы! Например, если брать Алинксов, например, то наносим где-то по сотню урона ему! Ну, 93! По-моему, неплохо! Плюс, надо было всем колечки вот эти магические напялить, если бы у меня были бы они! То мы наносили бы еще больше урона! Так, у тебя 2 инферно использовано, нет? Давай, используй инферно! Так, он опять использует анимелый! Мне просто интересно, какая у него сетка, блин, в запасе этих ударов! Так, элемент! Инферно! Сколько урона нанесется? 132! Нормально! Он опять использует анимелый, и у нас уже Линкс откатился по выносливости! Отлично! Вроде как все идет пока по плану! Но все изменится, когда он начнет почти умирать! Там он начнет вот этот вот выпад и удар исполнять почти каждый ход! И тогда придется что-то думать! Я хилочек очень много потратил в самом начале уже! Как для начала это слишком много было! Промазал! Попал! Элемент! Эмм, давай, магма-поток обычный! Ну, по крайней мере, нам лечиться пока не надо! Хотя, может быть, он не будет этим ударом спамить так сильно! Поэтому спокойненько все это переживем! Если будем использовать именно эту тактику! Хотя у нас огненные заклинания высокого уровня уже начали заканчиваться! Не знаю, получится ли у меня его с первого раза победить! Нет, не знаю! А вот совсем не знаю! Ладно, магма-поток третьего уровня! Ну, и плюс третий, который! На седьмом! На седьмой клетке у нее стоит этот прием! 167 урона! Нормально! Пока урон мы от него не получаем! Опа! Он на коленку на одну присел! Можно рискнуть у него что-нибудь украсть! Мне главное, чтобы Фарго тогда попал! Не знаю, получится ли у него настрам своровать! Потому что это вроде редкая кража! Я почти не считал, сколько я ему урона нанес на самом деле! Хотя, по сути, стоило бы! Так, где у тебя эта кража? Вот он, грабеж! Я надеюсь, ты не сильно сейчас обидишься на нас и на наши действия! Что? Пентрагон Сигела! Ослабление! Она одного персонажа, поэтому нормально! Пока живем! Так! Магма-поток! Ну-ка! Нормально! Пока урон есть, это хорошо! Ну! Ударив Фарго синим заклинанием! Он не сильно много потерял! Я так скажу! У него и так урона-то не было! А по сути, сейчас ничего и не поменялось! Не было его и сейчас нет! Поэтому не проблема! Нормально! Он сильно не обидится, я думаю! Так, а не милый! Мне главное, чтобы у Фарго накапливались очки выносливости, ой, не выносливости, а уровня! И он спокойненько все это делал! Спокойненько наносил урон, я имею ввиду! Магии! Ну, а что-то мне подсказывает, что лучше бы я взял с собой не Фарго, а какого-нибудь... Не знаю, Запу, например! Он красный, сам по себе! И он мог спокойненько бы использовать красные заклинания с повышенной силой, так как у него красная стихия! Ну да ладно! Тут уж каждый сам решает, кого ему брать, кому не брать! Я взял, получается, Фарго чисто из-за того, что он умеет воровать предметы! Так... Что, все? Да! Слушайте, а это было не так сложно! Если использоваться вот именно этой тактикой, это было не сложно! Две с половиной тысячи гилья, Ридо получила одну силу, одну магию! Максимальное лечение, всех похилило! Найден был шерф мечтателя! Второй уже, получается, у меня такой! Хэм, кажется, мы саму набрел нового хозяина! Что? Линкс? Не паникуй, а глянись вокруг! Птицы! Улетевшие птицы возвращаются назад! Я больше не ощущаю зла, исходящего от Масамуна! Теперь можно не бояться быть поглощенным его враждебностью! Мун, ха-ха-ха, ты проснулся, Масса? А, темпо... Ах, а не... Ахаха! Да, но, оглядываясь назад, мне кажется, мы сделали что-то ужасное! Хе-хе, никто не узнает, если мы не расскажем! Эй, что это вы двое задумали? Ой, это Дорин! Ничего, мы ничего не помним! Хм, понятно! Что-что вы не набедокурили, я пойду с вами! Чтоб вы не набедокурили! Хорошо, сколько веков минуло с тех пор, как мы трое были вместе! Ладно, тогда пойдем! А кто такой Дорин? Интересно! Морская ласточка! Линз превратилась в Масамун! Интересно! Где? Где это я? Риддл? Это ты, Риддл? Что случилось со мной? Да, Рио! Слава Всевышнему! К тебе вернулась память! Память? О, да! Я завладел Масамуном, когда... Прости меня, Карш! За то, что тебе пришлось не... Перенести из-за меня! Что тебе пришлось перенести из-за меня? Ах, забудь об этом! Хотя к тебе и вернулась память, давай не забывать! Жестокую реальность! Тающуюся... Тающуюся в ожидании! Пойдем! Так, ты уже уходишь? Я долго готовилась к этому дню! Что ты хочешь выдать? Прощай! Желаю тебе всего наилучшего! Хм... Все вокруг разлучены и страдают! Неопытны и несовершенны! Однако, прожив долгую жизнь, мы сможем превратиться в нечто лучшее и большее! Что-то более великодушное! О боже, что здесь произошло, пока меня не было? Куда делся генерал и все остальные? Риддл, ты говоришь, что все пришли... Все вы пришли из другого мира? Но тогда где Карш? Ты и другие в этом мире! К сожалению, никто из особняка Вайпера, посланных к Мертвому морю, не вернулся назад! Почему генералу и другие люди пошли в такое опасное место? Они искали замерзшее пламя. Их поглотила... Линия конца времен, и они погибли в пучине Мертвого моря. Эх, как иронично то, что выжил один только я. Но, Дарьо, у тебя же есть я. Риддл? Может, мы из разных миров, но ты это ты, а я это я. Эй, точно, я тоже живой. Никто не обретет у меня... не отберет у меня мою жизнь. Ахахаха! Зои, Марси тоже здесь. Мы... также можем позвать старого драконовода. Спасибо всем! Видимо, вы правы, я живой. И я сделаю всё, что должен сделать. Не знаю, сколько лет это займет, но... Я строю заново особняк Вайпера. Это мой долг. Ой-ой. Видимо, я вовремя вернулся из отставки. Пришло время для последнего крика, ура! Хо-хо-хо! Да, давай-давай! Может, мы из разных миров, но четыре девы снова в деле. Но, может быть, на одну меньше. Я не думаю, что вы сейчас готовы к битве. Простите меня, четыре года полной изоляции сделали своё дело. Ты в порядке? Ридал. Я хочу, чтобы ты взяла это. Зуб змеи. Отдохни и сосредоточься на строительстве особняка Вайпер. Спасибо, я так и сделаю. Конечно, я тоже тебе помогу. К тому же, у меня есть идеи. Ха-ха-ха. Забавно. Забавненько. Я думал, Дарёй присоединится к нам в команду. Но, как оказалось, нет. Давайте вернёмся в особняк, посмотрим, где он там есть. Побухтим с ним. На крайняк. Хм. Я сказал, что открою двери для всех детей, которые потеряли родителей в последнем сражении. Но эта работа по переделке довольно... Нам надо принять во внимание, что здесь будут жить дети. Почему бы не сделать это место официальным сиротским приютом? Справедливо. А что сейчас здесь происходит? Ну, я вижу, там мешки таскаются, остальное. А что вообще происходит? А ты хочешь сказать, что ты так быстро отстроил это? Ё-моё. Ну, дядь. Ну, ты молодца. Это объясняет шум, который доносился сверху. Ну да, справедливо. Пройти пока сюда нельзя, да? Ну, ладненько. Тогда чуть позже зайдём. Так, у нас там морская волна превратилась во что-то новенькое. Наверное, надо поменять оружие в данный момент. Мастер Мун. Второе пришествие святого меча Масамон. Нехило оно так прибавляет. Честно, честно скажу вам. Жёсткая штука. Так, я вот не знаю, есть ли смысл что-то ещё начинать в этот момент. После того, что сейчас произошло, даже не знаю. Вариантов, конечно, куча на самом деле. И знаю я одну вещь. Надо, во-первых, немножко талантики поменять. Ну, как талантики, элементики. Наверное, этим я сейчас и займусь. Скажем так, за кадром. Сейчас это по-быстрому сделаю. И поменяю одного персонажа. Сейчас только разберу оружие. Фарфоровая кирка. Что у меня здесь вообще происходит? Нет, не разбирать. Мне нужна каменная волна, я её хочу разобрать. И хочу склепать что-нибудь более-менее адекватное. Типа каменного меча. Ого, отлично. Ну, так как типа оружие, ему больше это не нужно. За сандалию каменную волну. Разберу, точнее, каменную волну и поставлю каменный меч. Товарищу нашему. Каменный меч, всё. Так, ну что. Скоро увидимся. Так, ну что. Я снарядился вроде. Немножко. Не знаю. Забыл уже, что-то вылетело из головы. Показывал я, что я с собой взял Дженнис. Джаннис, Дженнис, как-то так её. Немножко сейчас сходил в термина, подзакупился ещё элементами. Ну и по сути всё. Снарядился, приоделся. Ну и теперь направимся в конец времён. Сесть в лодку. Да, конечно, сесть. Сейчас сплаваем в конец времён. Там что-то сделаем. Ну и закончим на эту серию. На этом. Конец времён. Ещё бы я вспомнил, где он находится. Где-то тут, недалеко. Вот он. Нашёл. Изгиб времени он называется. Ну, конец времени, изгиб времени. Хотя конец времени он был в триггере. Так, а что нам здесь сделать-то надо? Это изгиб времени. Особое поле битвы, где... Собираются монстры из разных измерений. Ты можешь драться с теми монстрами, которых ты пропустил. Здравствуй, юная леди. Кажется, вам покровительствует бог сражений. Кто я? Вот, возьми. Используй это с умом, юная леди. В чём дело, док? А, я думал, мне здесь сподраться придётся. Лишь чё-то такое. Так, ладно тогда. Сейчас элементы. Использовать. Нет, не использовать. Почему я постоянно нажимаю использовать? Если мне нужно... Поменять какой-нибудь элемент. Ну, я предполагаю, что это седьмой. Личного цвета. В чём дело, док, да? Поменяем и всё. Так, ну... На самом деле, давайте, наверное, на этом закончим. Здесь сохранимся. Сегодня в первом слоту. Ну, а на этом всё. Если понравилось видео, ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Увидимся позже. Всем пока! Пока!